Полторы-две тысячи деревьев в год опиливают силами и в горы электросети. В пятницу бригада работала на улице Любимого. Ясени вдоль дороги вплотную подобрались к проводам. Ураганный ветер и аварии не миновать. Опиловка производится в период, когда нет сокодвижения. К началу апреля работы нужно завершить. Если ветви дерева сломаются летом, алгоритм действий совсем другой. Мы вызываем специалистов управления богоустройством, поскольку у каждого дерева своя обрезка. И с ним совместно обрезаем деревья, именно те ветки, которые нам мешают, и восстанавливаем линию. Опиловкой в этом году горожане недовольны. Эстетики в деревянных столбах, мягко говоря, мало. С негодованием согласился и мэр. Как итог, теперь стволам оставляют шапочку. Когда наступит лето, будет хоть какая-то зелень. Мы сейчас стараемся более-менее создать такую приличную форму. Она немножко отличается от той формы, которую вы проехали. Та форма тоже не критична. Эти деревья, та порода деревьев, которые через год-полтора, они опять же растут, все будут. В отличие от пород деревьев, которые нельзя вообще опиливать. Такие, как береза. Береза, если ее опиливать, она просто погибнет. И ряд хвойных тоже, допустим, деревьев. На уборку ветвей есть три дня. Если улица центральная, вывести отходы нужно в течение суток. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.